Привет, дорогие подписчики моего канала БАДЛА! Меня зовут БАДЧМИДОВ и это ТРАНСФОРМАЦИЯ БАДА! Вы готовы? Животики втянули? Улыбнулись? Let's go! Поехали! Ребята, в общем закончилась моя месячная трансформация под названием Спартанец. Еще раз напомню, я музыкант, шоумен, абсолютно не спортсмен, абсолютно не профессионал в данной сфере. Исключительно любитель и ко всему подошел я любительски. Наступил на несколько граблей, но что-то у меня получилось. Хотя бы то, что я скинул 5 кг, это неплохо. С моих жирных боков немножечко ушло жирка. В общем, что мне дала эта месячная трансформация Спартанец? Первое. Я понял, что с едой, с питанием все тяжело. Но у меня конкретно не получилось сидеть на диете. Я планировал там выверять 2 грамма углевода на килограмм веса тела, 2 грамма белка, бла-бла-бла и так далее. Все это хрень собачья. Только у бодибилдеров и у людей, которые реально дисциплинированы, наверное, это получается. Я таким респектую, но я к таким не отношусь. Я продержался на такой диете полторы недели. Ездил добросовестно с этими контейнерами. Потом мне началось срывать башню. Я просто начал обжираться еще больше, чем я до трансформации Спартанец ел. В себя, значит, впихивал. И потом мне было тяжело даже спать. Я чувствовал, как из меня это вылезает наружу. И это было свински страшно, отвратительно. Вот этот начавшийся только тренировочный план Спартанец. Уже второе нарушение. Жена приготовила офигенный борщ. У нее очень вкусный борщ. Она и на говядине делает, но мне очень нравится, как она с курицей делает. Я сегодня съем одну тарелочку борща. А может быть, не одну. Сейчас посмотрите. Короче, я съем вот такую тарелочку борща. Но мне кажется, две тарелки, скорее всего. Выпью компот. И вот такие сэндвичи со свининой. Ребята, а дальше все было как в тумане. Первая тарелка борща уже улетела. Сейчас разогревается вторая. И к ней чуть-чуть добавится еще рыбка. Это колбаса, это ветчина, это сыр. А это я такой черный, загоревший. И компотик. Поэтому я решил немножечко свернуть в другую сторону. Я вспомнил про голодание. Раньше я практиковал голодание еженедельно. Я там по одному-два дня голодал на воде. Первые 12 часов голодания. Состояние отличное. Очень много энергии. Я в обед, когда нахожусь дома, стараюсь спать. Успляю свою доченьку. И мы на пару часиков улетаем. А сейчас, обеденное время, я решил провести с пользой. У меня огромное желание посидеть, помодицировать, что-нибудь посочинять, записать. В музыке очень много рутины, сведения, мастеринг. И пока у меня есть время, и времени освободилось много. В связи с тем, что ничего готовить не надо, есть не надо. Поэтому я поработаю, позанимаюсь любимым делом. Прошелся часик. Так, ребят, в общем, я сегодня не бегал. Два круга получилось только пробежать. Но ноги забиты. Еще не восстановились. Вчера у меня был спринт в горку. В течение часа я бегал. Сегодня я чувствую, как мои ноги еще болят. Поэтому решил пройтись. Час я сейчас ходил. Час интенсивной ходьбы. Никакой усталости. Все в кайф. Мне понравилось. Отлично пошло голодание. Ни разу за день я не подумал о еде. Меня не тянет к тому, чтобы наброситься на еду и пожрать. Да, то есть, вполне так все дистанцировалось. То, к чему я, в принципе, и стремился, то, ради чего все это было необходимо. Небольшое такое торможение чувствуется в реакциях, да, физиологических. Не знаю, как это правильно объяснить. Может быть, это просто я такой заторможенный. Где-то 2-3 часа. Я думаю, скорее 3 часа. Легкого кардио. С Чмидова, Милана, Бадмавиной. Гуляем. Возы памятника. Исход и возрождение. Вообще, я что-то не задумывался о еде. Кайфую, наслаждаюсь. Я думаю, сон сегодня будет крепким, спокойным. Завтра потренируюсь утром. И часам где-то к 9-10. Первый раз поем сзади. Ну все, ребят, мы дома. Два часа мы погуляли сегодня. Дочь проголодалась, поэтому чуть пораньше вернулись домой. Состояние отличное. На еду не тянет. Ну вот на языке. Очень сильный налет. Прошло 30 часов, как я голодаю. И состояние отличное. Вообще не тянет к еде. Чувствую себя хорошо. Но сегодня бегать не буду. Буду ходить. Я планирую два часа такого спокойного кардио. В общем, находил час сорок. Практически не сбавлял темп. Темп был, вы знаете, бодренький. Позабились ноги. Пока ходил, смотрел ролики, как готовить диетические блюда. И потихонечку появляется аппетит. Не жор. Не так, что мне хочется сорваться и пожрать, да? А вы знаете, я люблю пожрать. Слово какое неприятное. Но только им можно объяснить мое влечение к еде. Благодаря этому голоданию я на целые сутки смог дистанцироваться. Отдалиться от привязанности к еде. Потребление еды. Вот так буду каждой неделе потихонечку практиковать голодание. И, надеюсь, благодаря этой практике у меня устаканится все-таки питание. То есть, моя цель прийти именно к сбалансированному, адекватному питанию. За последние 4 недели я голодал аж 5 дней. Сначала по одному дню в неделю. А вот в финальной неделе перед окончанием Спартанец я продал аж 2 дня. Ощущения очень классные. Я не буду сейчас рассказывать про голодание. Не буду говорить про японца, который там Нобелевскую премию даже получил. Благодаря тому, что доказал все прелести голодания. Я не буду говорить, что это хорошо или плохо. Просто почитайте, посмотрите. Оставлю ссылку на канал Александра Ворошила. Этот дядька все здорово и классно объясняет. Кому-то это, наверное, не идет. Кто-то, наверное, не должен проходить через голодание. Для кого-то это неестественно, неправильно и плохо. Но конкретно мне это нравится. Мне это подходит. Так что я буду питаться дальше так же, как ел. У меня жена отлично готовит. Я, в принципе, ем качественно хорошую еду. Налегаю на белок, ем мясо нормальное, яйца, молочные продукты. Но что касается выверять дробное питание, пока для меня это тяжело. Может, я со временем к этому приду, но пока, ребята, тяжело. Так что один раз в неделю я буду продолжать голодать и есть все, что захочу. Вот так. Второй урок, который я для себя извлек, это то, что надо тренироваться от души и не только с железом. Я на первое место приоритетов ставлю именно силовые тренировки, тренировки в тренажерном зале. Мне это нравится, я получаю это удовольствие. Я, в принципе, за весь этот месяц ни одной тренировки не пропустил. Чувствую себя отлично. Да, мне временами было тяжело, но со временем мое тело адаптировалось. И еще я понял, что кроме силовой тренировки должно быть что-то еще. Плавание, единоборство. В моем случае это бег. Раньше, года четыре назад, я бегал на постоянной основе. Бегал я по долгу, по часу, по полтора. Сейчас я постепенно к этому пришел. Буквально вчера у меня была тренировка по бегу. Я бегал час без остановки. Я не считал, сколько километров пробежал. Но это было круто. То есть, такая средняя скорость, где-то 7-8 километров в час. Я не чувствовал усталость. Я слушал музычку, наслаждался. Сегодня будет очень загруженный у меня день. Вчера я приехал поздно ночью. Не на своей машине, а на эвакуаторе у меня сломался, по-моему, бензонасос. Пришлось эвакуировать 200 километров. Ее тащили, пока приехали. Трясло по дороге. Сегодня я решил поспать. Сегодня у меня вместо силовой тренировки с железом будет тренировка на улице, на турничках. Ну и плюс стабильно час бега. И к этим дополнительно еще добавятся две кардио тренировки. Мне сейчас от дома моего надо до работы дойти пешком. С портфелем, который весит, ну, килограмм, наверное, 12-13. Я думаю, не меньше. И у меня лимит по времени. В 11 часов меня уже будет ждать человек. Сейчас 10 минут 11, то есть минут 50-45-50 минут. И расстояние где-то километра 8, наверное. Успею я или нет, вы узнаете через пару секунд. Не переключайтесь. Все, цель преодолел. За 40, почти 45 минут я успел. Ну, не 8 километров, я думаю, километров 6 точно. Практически бежал. Круто, когда у тебя есть какая-то конечная цель. И какие-то ситуации, которые тебе, ну, искусственно создают дедлайн. Что вот в данном случае я обязан был к 11 успеть. Еще с запасом, еще несколько минут осталось до 11. Ух, весь вспотел. Но это было здорово. Обратно, домой. Ближе к вечеру мне будет гораздо проще возвращаться. Потому что, если я сейчас шел в основном дни подъемы, то на обратном пути будут в основном дни спуски. И уже без этого тяжелого портфеля. Сегодня вместо привычной силовой тренировки, сегодня у меня была запланирована тренировка с железом, нацелена на руки. Вместо нее я сделал круговую тренировку. И в одном круге у меня было 5 упражнений. Первое – это подтягивание. Три раза я подтягивался за последние несколько лет. Это было первое вообще подтягивание. Поэтому с непривычки решил начать с малого. Второе упражнение – это бёрби. Это упражнение, включающее в себя отжимания и прыжки вверх. 10 раз. Потом подъемы ног – тоже 10 раз. Это на пресс. Потом один круг вокруг стадиона. Потом 10 приседаний, собственно, весов. И вот я думал, что с легкостью 5 таких кругов осели. Но на самом деле максимум получилось только 3 круга. Я потратил на это полчаса. И скажу, что это была очень тяжелая для меня тренировка. Тренировка на выносливость. Сердечко, конечно, дало о себе знать. Оно не болело, но оно было в шоке. И, ребят, еще очень важный факт. Сегодня у меня был довольно неудачный, неприятный день. Некоторые обстоятельства складывались не очень приятным образом для меня. И весь день я был в таком, знаете, напряжении. Но стоило мне потренироваться, получить смс от супруги и дочери. Они меня поддерживают. Написали, что жду дома, что верят в меня. И как-то все сразу переменилось. Как-то все сразу настроилось позитивно. Так что Бат Шмидов, aka Tamada Number One, aka Трансформатор, aka человек, который вообще не унывает, не отчаивается и радуется жизни. Продолжает свой путь. И не только творческий, заметьте, но и спортивный. В общем, утром у меня была ходьба. Я шел с тяжелым рюкзаком на работу. Сейчас я возвращаюсь домой. Где-то часок я буду уйти. Но уже разгрузил рюкзак. Он значительно легче. Зарядил наушнички. Буду слышать Янг Тага и радоваться жизни. Наслаждаться. Или стой. Третий урок, который я для себя извлек, это то, что надо задуматься о фармакологии. Ох, тут все, наверное, сейчас напряглись. Неужели Бадик решил себя обколоть стероидами, допингом и так далее? Нет, ребята. У меня, слава богу, есть люди, которые мне могут посоветовать с высоты своего опыта. Какие-то все-таки лекарственные средства или добавки, они должны включаться, если у вас по 10 тренировок в неделю. Что-то дополнительное надо давать организму. В моем случае я начал пить Милдранат или же Мильдони. Для сердца, для выносливости. Я его пью последние 3 дня. Не почувствовал пока никакого эффекта. Ну, вроде как надо, да. Второе, да, я начал пить креатин. Блин, ребята, это крутая тема. Не знаю, правда это или нет. Может быть, я сам себе что-то нашил. Но эффект был очень крутой. Во-первых, он вообще отвратительный на вкус. Эта добавка. Я, значит, выпил перед тренировкой. Я час бегал без остановки, где-то часа полтора. Железо тягал. У меня был очень большой прилив сил. Я себя очень круто чувствовал. Мне кажется, что это эффект креатин. Может быть, я не прав. Третье, я добавил изотоник. Потому что, ну, как бы я бегаю. Там потный. Какие-то там минералы что-то из меня. Соль и выходит. Поэтому надо это восполнять. Думаю, что это логично и правильно. Я знаю, что на любую логику всегда найдется противоположное мнение. Всегда найдутся люди, которые говорят, что лучше вот так. А нет, лучше вот так, да. Но я по жизни практик. Мне лучше всего пробовать это на себе. То есть, я рассказываю о том, что работает конкретно в моем случае. 1 ноября я впервые в жизни буду участвовать в спортивных соревнованиях. Я записался на марафон беговой. Буду бегать в Сочи. И специально о тренировках, подготовке к этому марафону я сниму видео, расскажу о беге. Все, ребят. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что часто писали добрые какие-то пожелания, поддерживали меня. Окончилась моя трансформация месячная под названием Спартанец. И на этом трансформация Бада не заканчивается. Мы постепенно движемся вперед. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, репосты делайте. До встречи, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok